Приветствую, дамы и господа! Мы подбираемся к четвертой заключительной части заточки опасной бритвы. Значит, финишным камнем у меня вот такой вот вот такой вот сланчик, такого зеленоватого цвета. У него история, долгое время он валялся за печкой у бабушки. Вот. Потом мне его показали, попросили опознать. Ну, и я его экспроприировал, потому как для заточки ножей он не столь интересен, как для заточки бритв. Наложу такую легкую суспензию, вот так вот, чтобы видно было. И на этой суспензии как обычно, сначала круговыми движениями, уже без какого-либо давления. Подчищаю рисочку. Проведусь парочку раз по кромке. Здесь уже работа не очень долгая. Ну, или совсем недолгая. Сам этап заточки напоминает, знаете, если кто-то увлекается тюнинговыми двигателями, вот на себе на чертежах что-нибудь там настроишь, потом делаешь запчасти. Вот. И вот это процесс, как это, сборки. После этого остается двигатель завести, там целый прям момент. Вот у меня этот этап, он напоминает процесс сборки двигателя. Проверяется кромочка тоже. Вот она пока мне должна очень хорошо вот при моем дворничке подхватывать суспензию. Ну, у меня вроде все получается. Суспензия не дает подлипать. Движения мои очень плавные, под своим весом. Очень-очень. То есть, здесь я вообще вот просто буквально касаюсь, даже пальцем придерживаю. Никакого давления нету. Здесь можно спокойно расслабиться и вот работать прям вот просто себе катать. То же самое. Абсолютно все расслабленное. Все совершенно. Вот можно немножко вдоль кромочки пройтись, посмотреть, чтобы все было гладенько почувствовать. И опять дворнички. здесь на бритве есть суспензия, поэтому сейчас я полностью уже камень очищу от воды. И попробую сейчас к вам развернуться, чтобы вам видно было. То есть, работаю я, могу вот камень вот так наклонить от себя и работать просто этими дворниками на наклоненном. Вообще, вживую я могу вот так поставить торцом и работать вот так по чистому камню. В чем фишка? Сейчас суспензии нету и будет образовываться такой легкий-легкий микроподвод. Почему он образовывается? Потому что сама суспензия имеет какую-никакую толщину. Таким образом, работая на суспензии, мы работаем как бы в угол там, ну, на какую-то толику в угол ниже, чем в угол ниже, чем угол, когда камень работает совершенно без суспензии. Поэтому, когда вы переходите суспензии на чистый камень, то по факту по факту вы переходите и создаете такой себе микроподвод в очень-очень большое приближение, его даже можно потом заметить. на самом деле очень приятная мягкая кромка остается именно после этого камня. Очень она мне нравится. Естественно, никакой черноты, никакого съема металла, очернения суспензии я не вижу. То есть, работа идет настолько тонкая, что тут не передать. Очень вообще интересный этап. Это между тем, как вроде все выточено и волос не режет, и тем, как волос режет. Это забавно, но вот такое тоже есть. Немножко могу изменить направление рисок и поработать вот прям такими явно выраженными иксами, или явно выраженными дворниками, но на коротком участке камня. Могу подтянуть подальше. Все-таки какая-то все равно автосуспензия есть. Могу вот так вот об ладошку бритву как бы почистить, чтобы с кромки все максимально убрать. И продолжить правку. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Как это правка на льне. На самом деле протираю все это дело. И сейчас буду переходить на кожу. Но прежде чем я перейду на кожу, я беру волосину. Сейчас, секундочку. Это игры с волосиной мы попробуем попозже. А что меня интересует, будет ли резать волос там у пальца. Обычно никаких проблем с этим нет. Ну и в данном случае у меня также никаких проблем нет. То есть волос уже у пальца перерезается. Соответственно, я... Как это... Мой двигатель завелся. И финишным этапом... Вот так у меня... Покажу. Конечно, оно все висит в чехле. И делаю я все это не здесь. Вот. И делаю я все это не здесь. Но... Раз мы... Моя стропа самодельная. Это не тот кардаван, которым я опять же... Но для чистоты эксперимента... Хват. Хват у меня вот такой вот. Так называемый барберский. И работаю я очень легким. Вообще не касаясь. Я себе вот... Ничего не удобно. Себе стараюсь по коже работать. Работа не быстрая. Мне торопиться некуда. И хват все-таки приходится вот... Камера вот... Приходится вот так вот держать. Под пятку. Но... И очень, кстати, неприятно, когда болтается ручка. Она постоянно гуляет. Натяжечка. Ну, так вот просто натянулась. Да и все. Работать могу. Как прямыми движениями. Так и переменными. Что? То есть могу вот такими вот иксами. Или такой же улыбочкой. С легким смещением акцентов. Что в этом главное? Главное понимать то, что... Вот кожа, она делает то, что мы не видим. Но она из бритвы, которая не режет волос, в состоянии сделать бритву, которая начинает резать волос. Это вот та магия интересная, которая... Которая... Ну, вот она просто есть. И да, часто, если вот между бритьем у меня получается где-то проходов там... Ну, может быть, 10-15. То после камня я частенько на коже делаю проходов 60-80. Такое тоже бывает. Пока она начинает резать. Причем я даже в свое время наблюдал, вот когда учился точить. Прогресс от того, как вот начинаешь править, сделал 10 проходов. Пошел, порезал волос. Ага, там кое-где где-то зацепливает. Пошел еще 10 проходов. О, уже начинает... Резать. Пошел еще 10 проходов. Начинает резать там уверенно, но там с дыньком. Еще пошел, сделал 20 проходов. Опа, все, бесшумный рез волоса. Вот такая магия проистекает на коже. Это мы на коровке. Поработали. Еще делаю парочку движений вот так на ладони, для того, чтобы все полностью с кромки ушло. Ну, и сейчас попробую показать рез волоса. После этого всего дела, для того, чтобы у нас уже... Как это закрыть этот вопрос. Ну, вот моя волосина лежит. И вот моя бритва. Видно что-то... Так. Проверяю. Носик режет сверху. В смысле, снизу и сверху. И сверху. Центр. Сверху режет. Пятка. Сверху режет. В общем-то и все. Сейчас я единственное, что попробую все же показать на красивом волосе. Чтобы вам видно было хорошенько. Хорошенько. Ну-ка. Чуть-чуть к камеру поближе. Вот волосина. Ну, вот она отлетает. А вам интересно, видно что-нибудь вообще? Ну, давайте так. Тяжело, конечно, когда свет плохой. Вот волосина. Подносим. И вот она. Просто вот от прикосновения вот он. Отлетает. Все. Можно считать, что эта бритва заточена. Спокойно идти бриться. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.